Восвятая служба информации и телерадио компании Гомель, у студии працуя Наталья Игнаценко, глядите ухэтым выпуском. Звершился в основе призыв во Узброенные Силы на Кирована Амаль 1800-го Бранцауз Гомельской области. Командный дух, сяброство и патриотичное выхование «Гульня Зарница» распочалась в Жлобинском районе. Театр в Турме в дельнице уникального творчого проекта представили премьеру на сцене драм-театра. И больше подробно об этом не только. Завершилась в основе призывная кампания во Узброенные Силы Республики Беларусь. Войсковое формирование на Кирована Амаль 1800-го Бранцауз Гомельской области. Представники региона будут проходить терминовую службу, а так само службу у резерве у частях, размещенных по всей территории Беларуси. У темлику у так званых элитных подразделениях. 38-й десантно-штурмовой бригаде, 5-й бригаде специального призначения и военной комендатуры Узброенных Сил. Подчас призывной кампании в регионе Амаль 4000 человек отримали от терминовки в связи с протягом навучания. И еще 500 человек по стане здоровья, а больше за 1200 признаны непридатными до службы. У первой очереди специалисты связывают это с неправильным ладом життя молодых людей. Много заболеваний по кулисту, сколиозы, соответствующая осанка, искривление позвоночника, плоскостопие. Есть такие моменты. Мотоциклист урезался у древа и загинул в Мазырском районе. Як поведомили у областной державной инспекции, ДТЗ отбылось напередать не ближе до вечера. 27-годовый водитель на повороте не справился с кированием, наехал на бордюрный камень, за чого выскочил за меж дороги и урезался у древа. Мужчина от отриманных травмов помер на месте. Водительских правов у него не было. Мотоцикл был выработан самотужным способом. Водитель 1990 года рождения, гражданин Российской Федерации, управляя самодельным мотоциклом, изготовленным из компонентов советского производства, передвигаясь на нем по улице Юбилейной в поселке Хриничном Мазырского района со стороны улицы Школьной в направлении улицы Набережной, не справился с управлением на закруглении дороги влево, в результате чего выехал в правую по ходу движения обочину и на обочине столкнулся с деревом. В результате описанного происшествия молодой человек скончался на месте. Усяго за минулые сутки на территории Гомельской области зарегистровано 22 дорожно-транспортных здарения. У остальных выпадках обойшлось без охвяр. Протягиваем выпуск. Командный дух, почувствование и патриотическое выхование. Сегодня в Жлобинском районе началась военно-патриотическая гульня Зарница. За победу будут взмахаться представители всех районов в области. Олег Синсеров, Володая, подрабязностями. Всего лета в Денеке областной Зарницах это 25 команд из всех районов Гомельщины. 250 человек приехали на пиареды, не поспели уже познайомиться. На протягу наступных 9 дней их чекают разностоянные споборницы. Ирмахчи жадают все, але самое головное все ж таки. Ни шим не поравнальный, а командный дух и почте сябровство. Мы общаемся, знакомимся, мы проводим время вместе. Это незабываемое впечатление, когда вечером вы собираетесь сей командой у костра, многими командами и вот с зефирками, жарите их, обсуждаете свой прошедший день. 10 дней, как бы, можно сказать, что это много, но для нас их никогда не хватает. Каждый год мы встречаемся и очень радуемся тому, что мы увидимся опять. Гульня Зарница, сервер-пионер у Советского Союза, была бы дать самой популярной. Сколько школьников ставили свой час и аудельниками сказать тяжко. Сами прихийники Гульни кажут, что их можно спромировать дивизию патриотов. На Гомичине Гульню 1-й день в 2013-м за относно короткий термин и на зну стала запотребованной. К этой игре необходимо готовиться каждый год и в течение года. В спортивных залах, на летних площадках и приезжать сюда уже подготовленными. Радует то, что интерес к игре с каждым годом возрастает. У Гоминской Зарницы несколько организаторов. Управление адукацией, областный военкомат, БРСМ и пионерская организация, Союз офицеров, фонд мира, Белорусский державный университет транспорта. Все это Зарница организовали на базе детячого оздоровленного центра Пролеска. Тут есть умовы не только для споборницов, а и от починку. Быда и самая великая незручность проживания в палаточном лагере Мошкара. Выратовы специальные ваткости, а у еще большей значительной ступени постоянная занятость. Организаторы мкнулись заработать так, чтобы суммовать уделникам Зарницы не приходилось. В этом году у Зарницы двойный юбилей. Ровно 50 годов тому в Советском Союзе она пришла в первый раз. И ровно 5 годов тому была снова одновлена на Гомишине. Перемокчи у Зарницы совсем непросто. Чем больше гоноровой и запоминальной будет эта перемога. Команда Рогачевского района летать была первой. Все лета снова приехали за призами. С 25 командами сложно сражаться. Поэтому можно, я не знаю, пятая. Но рассчитываем на первая. Олег Сентяров, Юрген Макеенко, телерадио компания «Гомель», Жлобинский район. Сегодня у истории региональной киносетки написана новая сторонка. У ВЕЦы открылась первая стационарная видеозала с макшымостями показа фильмов в формате 3D. Как долго этого чекали веткаучане. И где еще селета отбудутся такие кинооткрытия. Отказываюсь в сюжете Ганны Ковалевой. Этому будинку по улице Комсомольской каля 70-ти годов. Ранее тут был клуб ткацкой фабрики. Затым шмат годов пустовал. И вот сейчас отримал другое життя. Закинутое помешкание перетворили в кинозалу. Зробить это удалось усяго за несколько месяцев. На створение полновартосного мини-кинотеатра было выделено 45 тысяч рублей. Дорогие кино в Витковском районе было и до этого, правда, без стационарной залы. Фильмы демонстровались на пересомном обсталявании в клубах и детских садках. Новая ж кинозала умещает 40 человек. Есть утульные кресла, сучасное вида и гуковое обсталявание, причем с функцией 3D-трансляции. Першими ее махчимость оценили юные жахары ветки, выхованцы летних лахеров. В день открытия тут заплановали три киносеансы. И все бесплатные. В уголе цены установили приемальные 2 рублей детячек, виток 4 для дорослых. Приемать наведывальника у кинозала будет каждый день. Я никогда не была в кинотеатре, даже в 3D. И мне очень интересно. Мы очень-очень ждали. Все ждали, чтобы открыли. И вот в этот день открыли. На этом обсталявании установы не скончится. У планах на базе кинотеатра створится оправданный социально-культурный комплекс. Так, в ближайший год у соседней зале заявится бильярдный стол, кафетеры и выставочная пляць Олка, где будут демонстрировать мастерские работы. Вот им лико мясовых аутеров. Это направление, именно сочетание многопрофильности различных культурных и не только культурных услуг, это сегодня такая своеобразная тенденция, которая характеризует наше стремление развивать эти виды деятельности, особенно в малых населенных пунктах. В ближайшее время мы презентуем проект в Светлогорском районе, где было установлено цифровое оборудование. А кроме того, начались работы по одновленнюю показу в малой зале кинотеатра имя Калинина областным центром. Помешканне не эксплуатуется с 2009 года. У планах уже в конце этого, в начале, наступного года вернуть ему былую функциональность. Ганна Ковалева, Валерий Гапанько, телерэдо «Кампания Гомель». На сцене Гомельского областного драматичного театра сегодня представили спектакли по пьесе Миколая Каляды «Бабы Шанель». Актеры осуджены по правочай колонии номер 4. Режиссер-постановщик, ведучий актер Аблдрамтеатра Алексей Бычков. Гэта уже девятая постановка, якая ладзится у рамках проекта «Театр у Турме», починаючись с 2004 года. С часом не только изменяется репертуар, а лей выкарыстовываются новые творчые приемы. На гэтый раз перед глядачами разгорнулся драматичный фарс у адным дзенни. Музычная постановка «Бабы Шанель» распаведая про жанучую адзіноту и каштоунность человечага життя. Усе роли у спектаклі выконваюць 11 жанчин з лику осуджаных. Режиссер означає, на сцене самодзейные актрисы играють Амаль професійно. Задача моя, как руководителя этого проекта, ну, как режиссера, пробудить в них вот этот момент творчества. Поэтому они у меня не только актрисы, они еще сами пытаются писать монологи. Вот к этому спектаклю актриса Людмила Павловна, она написала целое эссе на тему, что такое одиночество. И я взял это за основу, как бы, ну, там, переработал чуть-чуть, и это сейчас вошло в ткань нашего спектакля. Выпускные вечеры в школах запланованы на 9 червяня. Под рихтовцы до их будет присвячен сегодняшний выпуск программы «Добрый вечер, Гомель». У студии изберутся вядомые артисты и театральные дечи, которые будут узгадывать свои выпускные. А профессионалы свету моды и прихожостей у промым эфиры будут створать сучасные образы для урочистостей. И на этом выпуск завершен. У студии працавала Наталья Гнатенко. Я и мои коллеги жадаем вам удалого дня. До новых встреч у эфиры.